Ред Факшн Герилла, Хроники Ридика, ГТА 4, а также чем заняться с подругой в день всех влюбленных? Стрит Файтер 4 сворачивает носы. Это и многое другое в программе Виртуалити. Привет, меня зовут Макс Васильев и это Виртуалити. В ближайшие полчаса вас ждет только самая новая и интересная информация из мира – видеоигры компьютерных развлечений. Сегодняшний выпуск нужно смотреть, взявшись за руки. Если рядом никого нет, возьмите в руки себя. Наступил День Святого Валентина. Любите друг друга! Ну а в качестве Валентинки я дарю вам новости. Сантехники и осенизаторы, золотари и дерьматологи. Настал и на вашей улице праздник. Вышла русская версия проекта World of Goo – игра, посвященная строительству канализаций и фекальных башенок. Основу для создания этих конструкций составляют разноцветные сгустки известной субстанции под названием Goo. Цель будущего дерьмопроводца состоит в том, чтобы довести от одной трубы до другой необходимое количество на гугашек. Сделать это не так-то просто даже настоящему специалисту навозных дел. Буквально всё на уровне стремится помешать. Горы, пропасти, встречный ветер, катящиеся головы, чёрт знает что ещё. Постройте свою систему ГУ-коммуникаций. Организуйте бесперебойный вывод ГУ. И будет всем хорошо. Первый отечественный аниме-слэшер OniBlade добрался до консоли. Правда, хитрые продюсеры обозвали его X-Blades. Поменяли озвучку, убрали глюки, добавили новых врагов и перелопатили сюжет. Ну а так, перед нами всё та же игра про малолетку в бикини, кромсающую всяких нехороших существ под соответствующую музыку. Девчушка рубит, режет, рвёт и мечет не по-детски. А в трудную минуту не брезгует пальнуть из пистолета мечей и призвать на помощь магию. На пути ей встретятся вертлявые противники, толпы пушечного мяса и коварные боссы. А помощник у неё один, щуплый паренёк, чахоточного вида, постоянно попадающий в неприятности. В итоге весь груз борьбы со злом падает на хрупкие плечи очаровательной нимфетки. И хоть как-то прикрывает неприлично обнажившуюся грудь. Как говорится, есть ещё женщины в русских селениях. Три факта, которые надо знать о зомби. Зомби не любят, когда им стреляют в голову. Зомби никогда не приглашают на вечеринки. Зомби высоко ценят ваши мозги. Вот теперь вы подготовлены к игре House of the Dead Oath Hill. Это обычный рельсовый тир с крутыми главными героями. Падки на девочек-детектив, жутко секретный агент и сексапильная стрит-физёрша устроят зомбикам варфоломеевую ночь. Декорации в виде супермаркетов, деревенских домишек и подземных пещер прилагаются. Отстрел мертвяков будет проходить в интенсивном режиме. Придётся много махать руками и нервничать. Игра ведь вышла на приставке V, контроллера которой заставит вас изрядно попотеть во время прицеливания и стрельбы, улавливая все ваши движения. Так что в проекте много мата, обнажённых сцен и сцен, где зомбики кушают. Держите слабонервных. И ещё одна игра очень скоро появится. Крис Тейлор обещал обрадовать фанатов уже в начале марта. Так, вы не знаете, кто это? Интеллект, просвети. Крис Тейлор автор таких хитов, как Total Annihilation и Supreme Commander. Сейчас Крис с нами на связи. Привет, Крис. С днём всех влюблённых. Крис, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Что такое деми-год? Потому что вы этот деми-год и есть. Наполовину человек, наполовину бог. Такое происходит, когда боги взаимодействуют с людьми. Ну, знаете, как бывает? Ну, пошалили. История игры такова. В фэнтезийном мире есть храм богов. Один бог пал. Я всех деталей вам не открою. Но суть в том, что после его падения в мире полубогов разгарился нешуточный спор на тему того, кто займёт его место. Но когда вы завалите всех конкурентов, вы станете полноценным богом. Тут, как говорится, вам все плюшки и место в храме. Но для этого надо отбарабанить всю игру полубогом. Вот так. Ну, значит, что происходит в самом начале? У вас есть несколько юнитов. Вы идёте с ними по карте, захватываете порталы. Враги делают то же самое. В середине карты вы встречаетесь, и начинается махач. У вас будет такой супер-пупер юнит. Тоже полубог, такой здоровый, сильный, брутальный. Правда, сначала он будет хилый. Вам надо его прокачать. И тогда он сможет в корне перевернуть ход сражения. Если умения позволяют, деми-гот тоже такого шухера может навести, что только клочки по закоулочкам пойдут. Во время сражения у вас набирается опыт, очки умения. Закончилась полосочка, получите новый уровень, пополните навык. Умения бывают активируемые в процессе игры, там типа фаербол или огненный дождь, и пассивные умения, дающие вашему персонажу повышение каких-нибудь характеристик. То же самое происходит с системой инвентаря. Вы можете подобрать какое-нибудь барахло с останков поверженного врага, ну и сбагрить её потом в магазине подешёвки. Чем больше набили врагов, тем больше баксов. На денежку можно прикупить полезные вещи. Там броню или лечилку. Игра будет интересна тем, кто любит проходить одиночные кампании, и тем, кто постоянно торчит в онлайне и играет во всякие мультиплееры. Типа там Варико, Баттлфилда, Суприм Коммандора. А также всем тем, кто любит хорошие стратегии и ролевые игры. Ну чё ещё, значит, непрерывный экшен, мочилово, потрясная графика. В общем, освоите минут за 10 и затянет на много часов. Далее виртуалити, GTA 4, Хроники Ридика, Red Faction Gorilla, а также геймерские гаджеты. И Street Fighter 4 сворачивает носы. Это виртуалити, мы вернулись. Как вы думаете, какая самая продаваемая игра в мире? World of Warcraft? Sims? Нет. Интеллект, удивина. Самая продаваемая игра прошлого года — Mario Kart. Она разошлась в количестве 8 миллионов 940 тысяч копий, обогнав GTA 4. Так что дело не в графике и сюжете. Претенденты на этот титул, но уже в нынешнем году. Далее в новостях. Угнетённые пролетарии Марса. Сбросьте оковы тоталитаризма и вступайте в ряды освободительной армии Красная Кирка. Разбивайте капиталистические фабрики. Разрушайте буржуазные заводы. Взрывайте шахты олигархов. Всё, буквально всё в новом экшене от третьего лица Red Faction Gorilla. Можно сравнять с Землёй абсолютно всё. В смысле не Земля, а с Марсом. Главный освободитель местных рабочих и крестьян простой паренёк, шахтёр Алик Мэйсон. Начинает свою партизанскую войну против взорвавшейся корпорации EDF. Кроме тотальной разрушаемости, в игре наблюдается реалистичная физика объектов. Открытый игровой мир и блуждающий по этому миру призрак коммунизма. Так что вперёд, как говорится, за правое дело. А весь мир насилием и разрушим до основания. О, а затем... В общем, затем мы разрушим и основания. Разрушим нахрен всё и ждём игру в конце марта. Внимание! Из федеральной тюрьмы Бухты Мясника сбежал опасный убийца и преступник. Особые приметы. Двуногий, лысый, похож на Вина Дизеля. Глаза чёрные, хорошо видят в темноте. Не вооружён, но очень опасен. Последний раз его видели лет пять назад в художественном фильме Хроники Ридика. Но из проверенных источников стало известно, что этой весной он появится на консолях EPC в проекте с подзаголовком Assault of Dark Appear. Игра будет включать в себя предыдущую часть виртуальных похождений Ридика Escape from Butcher Bay и новые сюжетные приключения. Любому, кто располагает какой-либо информацией о текущем местонахождении души Гоба, полагается вознаграждение. Если, конечно, нашедший останется в живых. Настал черёд порадоваться заядлым картёжникам. Новая онлайновая стратегия Battleforge заставит их буквально млеть от счастья. Разумеется, речь идёт о настольных карточных играх Battleforge. Они умело совмещают два жанра — стратегию в реальном времени и традиционную настольную забаву, где игроки кидают кубики и ходят фишками, мечут карты. Эти самые карточки бывают в четырёх классах — огненные, холодные, природные и тёмные. Последняя особенно популярна у всяческих шулеров и любителей тузов в рукаве. Также обещаны онлайновые турниры, кооперативное прохождение и купля-продажа виртуальных картонок. Приобщиться к настольным стратегиям обладатели PC смогут уже 24 марта. Ну а пока, эх, как говорится, дайте что ли, карты в руки. В одном из эпизодов GTA IV Ника Белич безжалостно уничтожил банду байкеров и даже бровью не повёл. Это вызвало возмущение в рядах любителей быстрых мотоциклов и тяжёлого рока. Специально для них Rockstar выпускает дополнение под символическим названием «Потерянные проклятые». В нём речь пойдёт о тех самых байкерах, которые пострадали от рук сербского эмигранта Нико. Главный герой игры Джонни Клэбитс попытается спасти свою банду от верной погибели и провернуть несколько рискованных дел. Проект выходит 17 февраля эксклюзивно для консоли от Microsoft, обладатели которой в очередной раз получают повод позлорадствовать на тему приросходства своей платформы. Консольщики могут спорить до посинения, чья платформа лучше. Но настоящие мужики признают только язык фактов. А вот когда их нет, вот тут в ход идут кулаки. Наш корреспондент решил убить двух зайцев одним ударом и отправился за фактами в зал для кикбоксинга. Привет! Рассказывай, что откопал. Документально известный факт. Боксёр по имени Августус, наигравшись в игру Street Fighter 2, изобрёл собственный удар, который он назвал Sonic Boom Punch. Ребят, вы что-нибудь знаете об этом ударе? Ну вот видите, даже профессиональные бойцы о нём ничего не знают. Мы посмотрим игру Street Fighter 4, которая скоро выходит, и попытаемся найти его там. Буквально на днях мир увидит долгожданный релиз этого легендарного файтинга. Десять лет компания Capcom не выпускала игр про уличных бойцов. Ну, прошлогодняя версия для аркадных автоматов не в счёт. И заставила нас хорошенько по ним соскучиться. Четвёртая часть этой серии, которая выйдет на всех основных платформах, выглядит очень многообещающе. К старым знакомым мастерам дел кулачных присоединятся четверо новых персонажей, сцены битв станут трёхмерными, а геймплей будет поистине ураганным. Таковым его сделают фирменные фишки под названием фокусированная атака и ультра-комбо-удары. Может быть, среди этих выкрутасов и затаился тот самый загадочный Sonic Boom Punch? Узнаем, что об этом думают титулованные кикбоксёры. Ну, знаешь, я бы сказал, процентов 30, может быть, 40 реальных ударов, да, то, что в жизни можно исполнить, да, процентов 50-60, но нереально просто. Вот этот удар можно сделать? Так, сальто с выбросом ноги просто, ага, вот он, выпрямляется. Да, этот удар, в принципе, наносится носком, точно подбородок. В принципе, если при таком попадании, я не знаю, что может быть вообще с человеком, но челюсть будет, я не знаю, в каких местах поломана. Челюсти не будет. Вот это. Ну, реально, это, в принципе, реально, ну, реально. То есть, ну, это не сальто, это фляг назад, то есть он на руки двигался, передними ногами ударил. Очень тяжело, но реально. А вот из тех, кого вы увидели, кто натуральнее всех дерётся? Натурально. Вот, мне кажется, вот этот вот тип с татуировкой, да, американского флага. Как-то вот, ну, по крайней мере, на кикбоксинг похоже, в общем. Довольно теорией. Давайте уже, наконец-то, сотворим этот самый Соник Бум Панч. Что это такое? Мы сейчас изобретём. Прямо на ходу. И начался экспресс-курс молодого кикбоксёра. Искомым суперударом мы выбрали так называемый бэкфист. Во-первых, ему довольно просто обучиться. Во-вторых, он чертовски хорошо смотрится. А в-третьих, всё равно этот самый Соник Бум Панч живьём никто не видел. Ну, а теперь проверим себя в деле. Ты дорого за это заплатишь, кикбоксёр. Я призываю на помощь всю силу виртуального мира. Держись, сенсей. Вывод из этого только один. Стритфайтер А4 ещё нужно ждать, а защищать себя нужно уже сегодня. А поэтому, ну кто на нас с ребятами? Далее виртуалити. Геймерские гаджеты. Чем заняться с подругой в День всех влюблённых? Это виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Интеллект. Мне нужна современная клавиатура. Отлично. Я сломал её, что ли? Что это за дела вообще? Это настоящая геймерская клавиатура. Прочная выдержит даже самый яростный натиск во время ожесточённых сражений. Подсветка ярко-красного цвета не даёт промахнуться в темноте мимо нужной клавиши. Помимо обычных кнопок, на клавиатуре есть ряд программируемых клавиш и два колеса прокрутки для регулировки звука в приложениях и яркости подсветки монитора. Блок числовых клавиш с нампадом с ёмной. Можно подсоединить как с левой, так и с правой стороны, в зависимости от запущенной игры. Клавиши ВАЗД, необходимые всем любителям шутеров, подсвечиваются дополнительными точечками. С этим всё понятно. Но к современной клавиатуре нужна не менее продвинутая мышь. Кстати, интеллект, а когда создали первую компьютерную мышь? Первая компьютерная мышь была создана в 1963 году изобретателем Дугласом Энгель Бартон. А впервые к обычным пользователям мышь попала в 1983 году, когда фирма Apple отправила в продажу свою собственную модель однокнопочные мышки для компьютеров Лиса. С тех пор компьютерные мыши неустанно эволюционировали, и в наше время выглядят вот так. У этой лазерной мышки 9 программируемых клавиш, отсек для изменения веса с помощью специальных грузиков и металлическое колесо прокрутки. А разрешение сенсоров составляет 2000 точек на дюйм. Отличный манипулятор для современных компьютерных игр. Нашим дедушкам такое не снилось. Ну а если вы не сходите с ума по навороченным девайсам и играете только в удовольствие, предлагаю привлечь к процессу любимого человека. Потому что, во-первых, истреблять гадов на пару гораздо интересней, а во-вторых, сегодня же день Святого Валентина. Мы представляем великолепную семерку игр для влюбленных парочек. СОЛ КАЛИБУР 4 Вы хотите показать своей любимой, кто глава семьи, или наоборот продемонстрировать слабость и беззащитность, попросив научить нескольким ловким приемам, тогда вам непременно нужно сойтись к поединке с помощью красочного файтинга СОЛ КАЛИБУР 4. СОЛ КАЛИБУР 4 Бойцы удовлетворят даже самых брутальных и самых гламурных и распуфыренных девиц и здоровых амбалов, а также героев серии Звездные Войны. Здесь есть зеленая чаровышка Мастер Йода, которого правильно называть Зеленка, и также тяжело вздыхающий над своей нелегкой судьбой Дарт Вейдер. Воплотите в жизнь житейскую мудрость. Бьет, значит любит. С помощью игры СОЛ КАЛИБУР 4, занимающей сегодня седьмое место. На шестом месте занял боевую позицию шутер Gears of War 2 для консоли Xbox 360. Сюжетная кампания, повествующая о жестоком противостоянии людей, мутировавшей саранчи, просто замечательно подходит для совместного прокраждения. Ведь ничто так не сближает людей, как ненависть к общему врагу. А врагов тут предостаточно. Прут со всех сторон, лезут из-за спины, и в таком случае верный напарник ценится даже больше, чем любовник. Ну а по завершении массовых зачисток планет от насекомоподобных мутантов можно обсудить военные действия за чашечкой чая. Ну и не забывайте, боевые друзья и подруги — самые верные. На пятом месте хит-парада припарковалась гоночная игра MotorStorm Pacific Reef. Докажите вашей половинке, что именно вы лучший гонщик по ту сторону виртуальности. Преследовать друг друга по трассам тропического острова, на всевозможных мотоциклах, багги, джипах и огромных фургонах — как никогда весело. Под большой любви, конечно, можно поддаться и пропустить любимого вперед. Главное потом не поссориться из-за того, что во время обгона он спихнет ваш драндулет в пропуск. Вы видите, что у вашего парня появился пивной живот, или не можете спокойно смотреть, как ваша девочка мучает себя глупыми диетами. Веселая игра Wii Sports поможет весело решить все проблемы. Набор несложных спортивных игр от бокса до тенниса заставит вас пропотеть. Дело в том, что от вас требуется самое непосредственное участие. Махать фирменными джойстиками Nintendo Wii, парируя и нанося удары в боксе, отбивать сложные подачи в теннисе, бросать шары в боулинге и так далее. Один час такой игры выжмет из вас калорий больше, чем занятия в тренажерном зале. Главное — не переусердствовать, а то в полу борьбы можно и на самом деле заехать любимому локтем в нос. В общем, четвертое место. Третью строчку игр для совместного времяпрепровождения занимает веселый платформер LittleBigPlanet. Управляя тряпичными человечками, дурачись и безобразничая, вы сможете покататься на необычных транспортных средствах, попрыгать и побегать по картонным декорациям, разломать и перекрасить абсолютно все. Без смеха наблюдать за этим невозможно. А учитывая, что за одной консоли хватит места для двух влюбленных парочек, главное — не надорвать животики от смеха. Причем игра подходит для всех возрастов, так что лучшего способа для того, чтобы представить свою девушку родителям, не найти. Главное — не дать ей их обыграть, а то предки обидятся. Если вы и ваша подружка без ума от мощных гитарных рифов, кожаных курток и тяжелого рока, проект Guitar Hero World Tour представляет вам возможность почувствовать себя настоящим рокером. Объединившись, вы сможете сколотить группу и играть на пластиковых гитарах и барабанах. Самые громкие хиты последних 30 лет. А если в команде назревать конфликт, его можно решить с помощью музыкальной дуэли. Guitar Hero для всех влюбленных в рок-н-ролл парочек второй в нашей семерке. Ну а на первом месте обосновалась задорная аркада про вечно рущих роликов Raymond Raven Rabbits. Все три части этого сериала отлично подходят для того, чтобы замечательно провести время вместе с любимым человеком, соревнуясь во всякие забавные мини-игры. Это обалденно смешно. Кролики орут, игроки машут руками, веселая музыка, настоящая феерия хорошего настроения. Никаких негативных эмоций, лишь положительные впечатления. Ну а после игры можно в доказательство, так сказать, ваших чувств громко прикричать на ухо своему возлюбленному знаменитой кроличьей... Обязательно воспользуйтесь советами интеллекта. Ну а на сегодня все. Смотрите на следующей неделе в виртуалити, когда появился первый компьютерный герой. Как своими силами снять блокбастер и даже получить Оскара. Почему задерживаются всадники апокалипсиса и многое другое. С вами был Макс Васильев. Стендбай.